Мы страдаем, соответственно. Бизнес гибнет, мы банкротимся, мы не можем аренду платить, мы не можем налоги платить, мы не можем ничего. Детей кормить, продавцов содержать, ничего не можем. Товик работает среди розничной торговли. Ну как это можно? Как можно выжить так? Вы представляете, что это? Мы все вот ключи положим, если... То есть они не уйдут отсюда. «Они» — это столичная сетевая компания, которая открыла магазин на втором этаже торгового центра на вещевом рынке. Тем самым, по мнению собравшихся, она создает нездоровую конкуренцию тем, кто продает товары в розницу. Ведь последние закупают товар по более высоким ценам, соответственно, и конечная стоимость для покупателей меньше не становится, а напротив, только растет. Требования недовольных, чтобы сетевой магазин повысил цены на товары или вовсе прекратил свою деятельность в этом торговом центре. В администрации рынка нам пояснили о возможных путях решения. Мы сегодня несем убытки уже торговым центрам. Значит, где мы будем получать эти дополнительные источники? Или за счет кредитов, для того, чтобы пережить вот этот период? Или второй вариант за счет того, чтобы здесь арендаторы объединялись и могли как-то организованно закупать товар по более низким ценам? Нам также удалось связаться с представителем этой сетевой компании. Цены на свои товары они поднимать не намерены. Кроме того, по договору аренды с администрацией рынка за преждевременный разрыв предусмотрена неустойка. Каким же будет окончательное решение вопроса, мы сможем узнать через несколько дней. Сейчас администрация рынка и хозяева торговых павильонов взяли паузу для того, чтобы взвесить и подсчитать все за и против. А вместе с тем, сегодня были и те, кто не стал закрывать торговую точку. Я считаю, что это довольно перспективный торговый центр, то есть в развитии на будущем. Я думаю, что это очень хороший плюс нашему городу. Дешево, удобно, в центре. Опросы показывают, череповчане испытывают дефицит в федеральных сетевых компаниях. И чем больше их придет на череповецкий рынок, тем выше будет конкуренция. И как итог, цена товара снизится. А это зачастую самое важное для покупателя. Кроме того, уже совсем скоро торговать в так называемых временных сооружениях, павильонах и палатках будет запрещено. С 2013 года закон о розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс дает право организовывать рынки с использованием временных строений. С 2013 года размещение розничных рынков, за исключением сельскохозяйственных, возможно только в капитальных объектах. Кто выиграет от этих нововведений, продавец или покупатель, покажет время.